Продолжение следует... 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 Но я вам уже сказал, что я усматриваю не только этот признак. Я усматриваю, что они действовали из националистических соображений. Вы знаете, эти люди, если их таковыми можно назвать, совершили ряд преступлений. Например, Валюлин обвинялся по трем преступлениям. Кроме вот этих ксенофобских его проявлений, он еще просто пьяница и грабитель. Вот его осудили еще и по части первой статьи 161 Уголовного кодекса России. Это грабеж. В чем заключается? Он заходит в магазин, берет бутылку воды, берет водку, уже в пьяном состоянии, и выходит. Ему продавец говорит, оплатите. Помахал рукой и ушел. Вот как в капле воды отражается весь химический состав океана, так в каждом поступке этих молодчиков отражается вся их суть, все их нутро. Я хочу сказать, что личности этих людей просто ужасают. Если вы будете изучать их личности, то это, ну, во-первых, в буквальном смысле это клиника. Их показания все противоречивые, все их показания лживые. Они все направлены на то, чтобы избежать уголовной ответственности. Все шесть томов, все шесть томов этого уголовного дела свидетельствуют о том, что они виновны. Виновны в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Они виновны в том, что людям причинили горе. И не только, мы говорим о Саакяне, но там есть еще Сатриванов. Действовали они из националистических, действовали они из ксенофобских соображений, из шовинистических. В материалах дела есть документы, свидетельствующие о том, что они высказывали националистические, ну, не лозунги, может быть, но высказывания были националистические. Ужас еще заключается в том, что они действовали публично, они действовали открыто, они действовали жестоко. Они начали избивать Саакяна на одной станции, а закончили избивать на другой станции. Действовали в электричке, действовали публично. Вот в чем весь ужас. Они пронеслись как смерч по электричке, сметая все на своем пути. При этом никто из пассажиров, даже один. Из пассажиров только одна девушка по имени Тамара, дай бог ей здоровья, заступилась. Она бросилась на этих вот людей и стала отталкивать от Саакяна. Только одна девушка. Дала воды, потом ему дала воды умыться. Вина доказана полностью, как я считаю. Никаких сомнений нет. Но я еще должен здесь, вы понимаете в чем дело. Я имею полную фотокопию и электронную версию этого дела. Я изучал, дело расследовалось очень долго. Я недоволен качеством следствия. Вот представьте себе, преступление было в отношении Саакяна совершено 19 декабря. Уголовное дело было возбуждено только 1 апреля. То есть спустя более 4 месяцев. И то благодаря стараниям. Благодаря стараниям самого Саакяна, благодаря стараниям общественности. Было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы сделали все, чтобы фигурально выражать, замылить это дело. А как вам нравится то, что второй раз уже не допускают средства массовой информации, вот съемочную группу у вас в зал заседаний? Зачем надо скрывать лица вот этих людей? Как раз наоборот. Надо действовать открыто, гласно. Тисаакян, к сожалению, не мог присутствовать на судебных заседаниях, в силу того, что у него очень слабое здоровье. Я уже имел возможность говорить о том, что, по сути дела, он лишился зрения, он лишился правого глаза, и у него установлен протез. Этот протез постоянно болит. Это приносит очень много дискомфорта. И периодически его надо менять. Но мы говорим о самом серьезном телесном повреждении, как потеря зрения. Но у него ведь в связи с тем, что он был жестоко избит, и другие болезни, это в целом все сказывается. Кроме того, я хочу сказать, что есть некий психологический, видимо, слом. Вот трагедия Саакяна на сегодняшний день, помимо всего прочего, еще заключается в том, что вот как он должен предстать перед своей мамой, например, перед своей сестрой. Они ведь ничего не знают. Вот каково будет маме увидеть ослепшего на один глаз сына? Вот как они это должны пережить? Я не знаю. А сегодня у меня спрашивали представители других средств информации, вот как дать материал в эфир, что родители могут узнать. Понимаете? Это же большая проблема.